Всем привет! Устраивайтесь поудобнее и погнали к новостям! Раз в году у интернета есть традиция разобрать айфон, посчитать сколько стоят его комплектующие и продолжительно гореть от того сколько же клятый Apple зарабатывает! 2020 не стал исключением айфоны вскрытый, каждая деталька посчитана и в итоге реальная стоимость айфон 12 373 доллара, а 12 про 406. И то не из-за материалов корпуса, потому что больше оперативки и хранилища на 128 гигов. Кук же на секундочку ломит за двенашки от 849 до 999 соответственно. Да пофиг что без R&D, рекламы, маржерозниц, логистики, сервисы и еще куча всего что там заложено в стоимость, просто дайте нам запчасти, мы и сами не хуже соберем, еще останется. Интернет-сообщество в ярости, когда же Apple наконец-то накушается? Ну по мнению аналитиков из инвестиционной компании Ветбуш, точно не в этом году. С выходом двенашки купертиновцы запустили так называемый суперцикл. Это когда рекордное количество владельцев яблочной продукции готовы поменять свои девайсы на новинки. Так что вместо ожидавшихся 75 миллионов, купертиновцы продадут 90. Последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2014 с выходом шестерки, но тогда это был первый большой айфон. А объяснить текущий феномен аналитики не берутся. То ли дело в ностальгии по четверке, то ли в том, что шестерки эски, которые в свое время дофига накупили и долго не меняли, уже критически устарели. И что интересно, в очередной раз подтвердились данные о том, что именно про-версия стала настоящей звездой продаж. Даже солнушко наше Минг Чико признался, что настолько высокий спрос было невозможно предсказать. А вот 12 мини продается даже хуже из начальных прогнозов. Видать, на размеры ностальгия не распространяется. И кстати об устаревших айфонах. Судя по информации инсайдеров, iOS 15 получат лишь семерка и выше, а поддержка iPhone 6s в следующем году закончится. 5 лет пообновлялись и хватит, и так долго тянули аппаратец. Хотя смотрю с чем сравнивать, вот например взять супер популярную MMORPG World of Warcraft. Казалось бы игре 15 лет, и все это время Близзарды не сидели сложа руки, генерировали контент, игровые механики, а недавно и вовсе выпустили глобальное обновление Shadowlands. И уверена вы сейчас такие, спасибо Наташа, это очень круто, но WoW настолько комплексная и сложная игра, что ворваться в нее сейчас просто нереально. И знаете что, это тот случай, когда на первый взгляд сложная и неприступная по факту, оказывается приветливым и дружелюбным. Особенно теперь, когда в Shadowlands добавили новую водную часть, в которой новички смогут познакомиться с основными механиками, пройти интересную цепочку квестов и погрузиться в игру без боли и страданий. И конечно же это далеко не все. Ведь Shadowlands глобальное дополнение с новой историей и новым миром темные земли. Исследуйте пять зон, загадочный город Орибос, а также обязательно загляните в башню проклятых Торгас, постоянно меняющиеся подземелья, которые можно проходить бесконечное количество раз в одиночку или в составе группы. И каждое прохождение будет отличаться от предыдущего. Попробуйте обновленную систему уровней, которая не только привносит более ощутимый импакт от прокачки, но и адаптирует новые игровые зоны под навыки игроков, пока еще не достигших высокого уровня. Не обошлось Shadowlands и без свежих игровых механик. Выбирай одни из четырех ковенантов. Проходи уникальную кампанию и получай в качестве награды за выполнение заданий доступ к особым способностям, умениям, доспехам, маунтам. И даже это еще не все, но рассказывать можно долго, лучше попробуйте сами. Переходите по ссылкам в описании, качайте Shadowlands и погрузитесь в лучшую версию WoW за все время его существования и присоединяйтесь к самому большому игровому онлайн комьюнити в мире. MacBook Air зашел в Antutu и всех вынес. Ожидаемая история, учитывая производительность, но результаты в 1,1 миллиона баллов все равно впечатляют. Если сравнивать с A14 в айфоне, то по процессорной мощности M1 быстрее на 80%, а по видеоядру в 2,5 раза. Впрочем, не думаю, что яблочникам стоит расслабляться. По первым тестам обычный мобильно-смартфонный Snapdragon 875 набивает во все том же запрещенном на территории Google и Antutu 750 тысяч. Так что если Qualcomm чуть подсуетятся и сделать на его базе чип для ноутбука, то царствование Apple может довольно быстро закончиться. Тем более, что Apple знатно расшевелили болотца. И теперь в Windows 10 планируют добавить Android-приложение, а ARM-версия получит эмулятор x86 а-ля Rosetta 2. Ты гляди, гляди, как все зашевелились. Интересно, с чего бы это? Удивительно. Они обещали насытить рынок видеокартами. Они извинились за дефицит и рассказывали, что это мы сами все скупили и, мол, такой год, сами понимаете, мы верили им. И как оказалось, зря. Все. Ибо по данным финансовых отчетов RBC Capital Markets и Barons, Nvidia напрямую продала майнерам видеокарты серии GeForce RTX 30 на сумму не менее 175 миллионов долларов. И если пересчитать в штуке, то это около 200-300 тысяч. Так что пока вы рыскали по агрегаторам в поисках 30-80 хотя бы за полторы цены, Хуанг отгружал карты майнерам, вагонами и вуз не дул. И с одной стороны, куда захотел, туда и продал. И не факт, что попав на рынок, карты тут же не осели бы на фермах все тех же майнеров. Им в преддверии перехода эфира на версию 2.0 очень надо. Но с другой стороны, оло, кто там у вас вообще планированием занимается? И главное, зачем так делать, учитывая, что на геймерах банально можно больше заработать? Майнеры-то явно не по розничным ценам берут, ага. Официальной позиции Nvidia не озвучили, думаю, ее и не будет, но что могу сказать точно. Настоящий дефицит нас ждет чуть позже, после выхода 3060 Ti. Это вам ее покажут 2 декабря, а майнеры уже добыли свои карты и выяснили, что при энергозатратах на 30% ниже, чем у предыдущего хита Redon 5700, новинки обеспечивают на 20% более высокую производительность, выдавая 61 мегахэш. Так что уже и не важно, сколько миллионов штук, куртка отгрузит майнерам напрямую. Они и без него выгребут все, что попадет в свободную продажу, слишком уж выгодно получается. Матч еще не начался, но результаты известны заранее. Майнеры 5, геймеры 0. Так обычно и бывает, когда одни делают что-то just for fun, а другие ради денег. ГГВП, пресс-ф. Много мингчеко не бывает, поэтому вот вам еще немного информации от величайшего. Какой информации? Аналитик утверждает, что в Apple давно зрела идея отказа от модуля Face ID, который мало того, что практически бесполезен в 2020, так еще и дофига дорогой в производстве. В качестве альтернатив рассматривался сканер в кнопке включения и сканер под экраном, и вроде как в Apple определились. В дисплее. Компания уже вовсю тестирует прототип iPhone 13 под кодовым названием MESSA с подэкранным сканером, но просер добавляет, что как минимум один iPhone в линейке полностью лишат разъемов, а для зарядки будет использоваться MagSafe. Прекрасно понимаю, что просер еще тысячи раз сможет изменить свое предсказание, но я и сама думала, что Apple пойдет на подобный шаг. Возможно, не так быстро, но компания явно к этому идет, иначе зачем вообще было городить огород с новым стандартом и делать зарядку MagSafe чуткокондовой и явно недорогой в производстве. Ну вот, чтобы, значит, в следующем году кинуть вам ее в коробку, а более толковый и быстрый уже продавать отдельно. Пообещал Коа в следующем году и новый форм-фактор часов Apple Watch, опять же, логично. Apple выжали уже все из квадрата, добавлением очередного датчика уже не обойдешься, пора, значит, круг рисовать. Sony назвала запуск PS5 крупнейшим в истории PlayStation и пообещала еще одну волну от груза консолей до конца года. Сколько их будет и в какие страны они уйдут, непонятно, но можно попробовать посчитать. По данным аналитиков, за первую неделю лишь в шести странах было продано полтора миллиона плоек и чуть больше разъехалось по всему миру на второй неделе. Итого на сегодня около трех с половиной четырех миллионов, план выпуска до конца года шесть миллионов. Так что, скорее всего, следующая поставка будет чуть меньше первой. Ходили слухи о том, что Sony пытаются нарастить производство до десяти лямов, но получилось у них или нет, узнаем, как только ритейлеры откроют предзаказы. Снова разлетятся за час? Не получилось. Продержатся хотя бы день? Молодцы. Значит, чуть больше счастливчиков найдут плойки под новогодней елочкой, выдохнут, смогут хоть на немного отвлечься от сумасшедшей реальности уходящего года, если им не помешает шум. Уверена, вы уже не раз слышали о том, что пятерка вот прям не издает звука. И на этом общем бесшумном фоне как-то странно звучат заявления некоторых пользователей о том, что это не совсем так. Кто-то пенял на неправильную установку, кто-то говорил о браке или о завышенных ожиданиях, но оказалось, что это не субъективное восприятие некоторых покупателей. И плойки действительно отличаются конструкцией турбины кулера. Ребята с ресурса LessNumericase сравнили пять консолей по уровню шума и выяснили, что в зависимости от типа лопасти и крыльчатки, пятерка под нагрузкой может выдавать как 39 дБ, так и 43. Не звук взлетающего самолета и не 69 дБ, как у PS4 Pro. Но тем не менее, с учетом особенностей единицы измерения, это разница почти в полтора раза между и что, как понимаете, важно. Заодно, журналисты заметили, что более громкие кулеры чуть-чуть попискивали в режиме ожидания. Понятно, что сейчас с любым вентилятором за счастье урвать, но в будущем поклонники тишины могут начать гоняться за тихой версией. И искать придется методом перебора Отличий в ревизии нет, и определить тихоню можно только взглянув на лопасти. Но и это не все. Ребята из Less Numeric S обнаружили две версии. Судя по видосу разбора на канале Sony, есть и еще один вариант турбины, и вот шо там у него по шуму вопросик. А вот что в скором времени получит каждая пятерка, так это поддержка Variable Refresh Rate. Sony пообещали добавить ее в ближайшем обновлении. Неплохо, осталось добавить 2К, и по гибкости работая с телеками и мониторами, плойка догонит Xbox Series X. Кстати, глава игрового подразделения Фил Спенсер рассказал, что они намеренно задержали старт производства коробок последнего поколения, дабы получить все фишки и функции RDNA 2. И как вы уже наверное догадались, Sony ждать не стали, и в их консоли нет, и скорее всего не будет Variable Rate Shading, позволяющий рендерить важные и неважные участки сцены в различном разрешении. В теории это может обеспечить прирост производительности в 10-15%, но будет ли кто-то, кроме внутренних студий Microsoft, заморачиваться с поддержкой этой технологии? Посмотрим, ну а как по мне это мелочи, и куда важнее, чтобы на консолях появился аналог DLSS, а то не видать нам без него 4К с 60 фпс с литрейсингом, как в своих ушей. Так что мы все о барских, да и к тому же дефицитных девайсах, давайте о чем-то более народном, и настолько доступном, что название этого бренда уже стало синонимом народности и доступности. Конечно же, а Xiaomi, которые на этой неделе выпустили не просто очередные смартфоны, а настоящую бомбу, ракету и, как там еще говорят, с привдыханием, пушку. Итак, встречайте Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, которые заменят Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, но без приписочки 5G. Xiaomi не щадят своих покупателей и предлагают им поиграть в игру в гадайку. С другой стороны, любой уважающий себя поклонник марки, даже если разбудить его в 3 часа ночи, без опинки, перечислит вам все отличия Redmi Note 10 от Mi Note 10. Так что, ребятам, не привыкать. Начнем с 9 Pro. И за свои 250 доляров это что-то нереальное. IPS-дисплей на 6,7 дюймов на 120 Гц. Выкуси, айфон. Основная камера на 108 мегапикселей. На, получай яблоко, еблоко. С аккумулятором на 4820 мАч, хранилищем 128 ГБ даже в базе, сканером в бочине, быстрой беспроводной зарядкой на 33 Вт и с поддержкой 5G. Да, Xiaomi смогли совместить 5G-сети с высокочастотой обновлением, а вот кое-кто, не будем показывать пальцами, не смог. Процессор свежаковый 8-нанометровый Snapdragon 750G, по производительности не особо отличающийся от более дорогого 765-го. Думаете, сэкономили на материалах? Как бы не так. Рамка, алюминий спинак, Gorilla Glass 5. Redmi Note 9 попроще, но не хуже. Корпус пластиковый, чип MediaTek Dimensity 800U. Хотя и он набирает 300К в Antutu, так что тут грех жаловаться. Дисплей 6,5 дюймов, аккумулятор на 5000 мАч, беспроводная зарядка тоже есть, но на 18 Вт. Все еще быстрее, чем в той с магнитом. Основная камера на 48, ультраширик на 8, конечно же 5G. И весь этот Uber набор стоит от 200 долларов. Опять же, с базовым хранилищем на 128 гигабайт. Вот уж кто памяти не жалеет и для смартфонов без приписки Pro. Кто-то скажет, ну вот теперь и Redmi Note и от 200 баксов, а я скажу стопе. Есть же еще третий товарищ. Redmi Note 9 4G, который по дисплею камерам, как тот же на 5G, но на Snapdragon 662 с аккумулятором аж на 6000 мАч. И поэтому, кроме беспроводной зарядки на 18 Вт, поддерживает еще и реверсивочку на 2,5 Вт. Опа! Телефончик Powerbank. И обойдется всего 150 долларов с хранилищем на 128 гигов. Отличный вариант для тех, кому вот эти вот ваши 5G-сети не нужны, а может и вредны. Виктория Боня, на заметочку. А то я слышала, вы на Nokia от облучения собрались убегать. Перехожу на Nokia телефон, 5G я не дам повесить на стены своего дома. Короче, если у вас сейчас слезы не текут по щекам, то у вас сердца нет. Ну, либо вы прожженный яблофилм. Других объяснений не нахожу. И если чуть прикрутить оголтело фанатский тон, то как ни крути, а Xiaomi все равно расширили рамки того, что можно упаковать в относительно недорогой смартфон. Беспроводная зарядка за 150, 108 мегапикселей за 250, 128 мегабайт везде. Ребята, вы вообще планируете зарабатывать на своих смартфонах? Одна просьба. Давайте для европейских вышит и все-таки решите с неймингом. Ок, да, спасибо. А еще спасибо всем, кто участвует в нашем постоянном конкурсе на 3000 рублей, ставит лайки, пишет комменты. Он само собой продолжается, так что не забывайте совершать необходимые для участия действия. Байдагам прошлой недели свои честно заработанные денежные призы получают следующие юзернеймы. Листец Канал Клаус фон Штауфенберг, суперкраткий IB8 и Задусы Задусы, который точно хотел бы тихую версию плойки. Всем спасибо за участие, победители, поздравляю, и прошу связаться, написав на специальный почтовый ящик. На этом все, спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на все мои соцсети, Patreon, Instagram, YouTube, музыкальный канал. Обняу! Пусть всем будет Xiaomi!